Крест Иисуса Христа многогранен Христос распят и воскрес Об одной из этих граней мы уже говорили Понятно, что об этом можно говорить всю вечность Я думаю, мы и будем говорить, мы будем обсуждать Сегодня мы начали разговор на эту тему Мы говорили о пути Иисуса Христа к Кресту Мы говорили о пути Царства О подлинном пути Царства Принимать и прощать врагов наших Поразительно Поразительно, что именно таким путем Прошел Иисус, чтобы стать примером для нас В заключение, мне бы хотелось сказать Несколько слов о прощении грехов Эта тема чрезвычайно важна Для понимания Креста Потому что на Кресте Христос говорит Отче, прости им Наши друзья-мусульмане Страстно желают обрести прощение Помню, как-то я был в Филадельфии В мечети во время месяца Рамадана Мечеть была переполнена Там проходили дополнительные двухчасовые молитвы И не только в тот день, а каждый вечер В месяц Рамадана у них были дополнительные молитвы Утром специально подготовленный обученный имам из Англии Давал наставления А вечером были дополнительные молитвенные часы Зачем дополнительные часы? Да потому что есть весы Весы с двумя чашами На одну чашу кладутся наши добрые дела На другую злые Мы об этих весах с вами уже говорили И мы говорили, они молимся для того, чтобы наши молитвы Перевесили то зло, которое мы совершили Чтобы мы в день суда были прощены И я задал им вопрос Скажите, а вы же достаточно молитесь? Вы достаточно молитв сказали? Англия говорит, мы не знаем Вы просто не в курсе Я говорю, да, я вас понимаю Ну вот, не дай Бог, кто-то из вас Кто-то из вас виновен в прелюбодеянии Так вот, достаточно ли миллиона молитв Для того, чтобы покрыть наш грех Против Бога, против той жены Против самого себя Против любовницы, наконец Достаточно ли этих ритуальных молитв? Я понимаю, что вы не знаете ответ на этот вопрос Вы не знаете, смогут ли ваши молитвы Перевесить все ваше зло Но у меня для вас, говорю я Есть очень радостная, хорошая весть Иисус, Мессия Отдал свою жизнь на кресте Ради нашего прощения Чтобы мы могли знать, что вы прощены Так что весы капут Внутри ислама В исламском богословии Вы считаете, что В качестве величайшей жертвы Так в Коране написано Величайшие жертвы Чтобы искупить Ишмаила От смерти был заклан агнец Правильно? Да, правильно, говорят они И каждый год во время паломничества Вы приносите сотни тысяч ягнят В воспоминания об этой заместительной жертве Ради Ишмаила Зачем? А, говорят они Мы свидетельствуем Мы свидетельствуем Да Это и есть свидетельство Все эти ягнята Все эти жертвы Не только в исламе Но и в других религиях Заложены в глубине нашей человеческой души Чтобы дать нам понять Что каждому из нас Нужна заместительная жертва А Иисус, Мессия В самом начале служения Стал таким агнцем Потому что Бог открыл Через Иоанна Крестителя Все агнец Божий Верующий на себя грех мира То есть Иисус Исполнил все эти же отношения В нем высшая жертва Он, агнец Заклонный за нас Именно поэтому Все верующие в Иисуса Христа Со смирением Нет, не с дерзостью, конечно же А со смирением Все мы Приносим это свидетельство Мы прощены Весы капут Весов больше нет Иисус Занял наше место Они говорят Нет, такого быть не может Если придешь, например, в суд И тебя судят За твое преступление И говорят Виновен То никто не может Понести наказание За тебя Ты сам должен За себя отвечать Я говорю Да, это так Совершенно точно Но есть одно Исключение Только одно исключение Если сам судья Сидит на своем судейском месте И он произгласил Суд А затем Он подходит к вам В зал суда И говорит Но я Займу твое место Вот тогда ты свободен В Иисусе Христе Бог Великий судья Всей вселенной Всей истории Сам вошел В зал суда И подошел К скамье подсудимых И сказал Я займу твое место Именно это он и сделал На кресте В Иисусе Христе Поэтому мы знаем Что мы прощены В этот вечер В мечети была полная тишина А потом имам сказал Слишком глубоко Слишком глубоко Хватит на сегодня Я говорю Умоляю вас Не отказывайтесь Принимать Ту благую весть Которую я вам передал Не говорите Слишком глубоко Да, это чудо Но Бог любит нас И это Проразглашение Прощенного греха Это великая Весть Да, мусульмане Всем сердцем Хотят прощения Именно поэтому Они приходят В мечеть Великолепное свидетельство В Иисусе Христе Агнце Божьем Мы прощены Через то, что произошло На кресте Я не хочу вырасти Из осознания этого чуда Я, Дэвид Шенк, признаю Иисус умер ради меня А сейчас вопросы И замечания, пожалуйста Да, перед перерывом У вас был вопрос Вы сказали, что В мусульманском богословии В исламском богословии Истина не может страдать И Мухаммед избежал страдания То как тогда они Утешают людей в страдании Особенно невинно страдающих Например, человек, который Родился слепым Как его утешить В исламском богословии Очень, очень хороший вопрос Спасибо Потому что Бог Владыка Он превыше всех нас Он не соучаствует В нашем страдании И поэтому И поэтому Есть Великая потребность Большая потребность Богословия Которая каким-то образом Отвечает на реальность Которая показывает Что Бог все-таки Участвует В нашем страдании Помните, я рассказывал Про Дарфорский вдов К которому я обращался В Хартуме Когда я говорил о том Что Иисус участвовал Во всем нашем страдании Для них это была Благая весть Радостная весть Они после церкви Пошли и пели Прославляли Господа По дворе церкви А Он Поскрес из мертвых И дает нам силу Для того, чтобы Преодолевать испытания Слово утешения Для страдающих А мусульмане В таких случаях Просто говорят Бог решит Бог усмотрит Не задавай никаких вопросов Просто принимай страдания Как есть Подчинись Владычеству Божию Евангелие говорит Подчинись Владычеству Божию И страданию Но пойми, что ты не один Потому что Христос Прошел с тобой И проходит с тобой Отчет эти страдания Он также испытал страдания Ты не одинок Вот эти вдовы Которые собрались Во дворе церкви Пели Иису, Иису, Иису Они понимают Что Христос С ними в страдании И в этом плане Евангелие Буквально освобождает Большое дело Начинается с малого пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч человек Поддержите наш проект Молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете узнать На сайте www.tvseminary.com Еще вопросы? А теперь Давайте подведем итог К тому, о чем мы уже говорили В связи с богословием хиджра И креста Четвертый пункт В нашем плане 11.4 Здесь у нас Описание Сопоставления Евангелия И Ислама Давайте начнем 4.1 Просто прочитаем По одному Прочитайте, пожалуйста Эти утверждения Давайте начнем Вот с того ряда И По очереди Читайте, пожалуйста Ислам Без политические Военные власти Или силы Утвердить Царство Божие Невозможно Евангелие В основе Царства Божьего Креста Иисуса Христа А не политические Военные мощи 4.3 Ислам Военные успехи Мухаммеда Доказывают Что он Пророк Божий И Евангелие Распятие И воскресение Иисуса Христа Доказывают Что Иисус Мессия Ольга Ислам В основе Мусульманской Этики Лежит власть И авторитет Мухаммеда В Медине Евангелие В основе Христианской Этики Лежит Крестный Подвиг Иисуса Христа И пятый Пункт Значение Креста Для прощения Грехов 5.1 Ислам Каждый человек Должен получить Справедливое Возмездие За свои грехи Евангелие Иисус Мессия Берет Наказание За наши грехи На себя Ислам Бог сам решает Кого ему Простить Усиленное Молитвенное Ходатайство Может убедить Бога Явить Тому или иному Человеку Особую Милость Евангелие Мессия Мессия Это жертва За наши грехи Бог дарует Прощение Всем Кто о нем Просит Ислам Быть уверенным В том Что Бог Простил Тебя Невозможно Евангелие Всякие Верующие Получают Прощение По благодати Ислам Верующие Стремятся Заслужить Божье Прощение И Евангелие Верующие С радостью Стараются Верно Служить Богу В знак Благодарности За уже Дарованное Им Прощение И благодать Именно Этот дар Прощения Побуждает Нас Так радостно Воспевать Господа На наших Богослужениях Наши Друзья Мусульмане Порой Мне говорят Вы Христиане Так поете Как будто У вас Вечеринка Да У нас Большая Вечеринка Говорю Я обычно Мы Не можем Удержаться Мы поем С радостью Потому что Мы знаем Что Вы Иисусе Христе Мы Прощены Благодатью Бога Это И есть Благая Весть И Мы Подходим К концу Этой части Есть Вопросы Или Замечания Да Пожалуйста Вы Рассказали Про то Как вам В мечети Ответили Слишком Глубоко Слишком Глубоко Может Будь Этот человек Решил Что Проповедь Прощения Подходит В западной цивилизации Для христиан А для нашей цивилизации Для нашего общества На данном уровне его развития Люди слишком грешны Если им сказать Что Прощение им доступно Так они грешить Начнут Вовсю Потому что Да Так оно и есть Так оно и есть Мусульмане говорят Если от весов избавиться Тогда Каким образом нам Удержать людей от греха И привести их к праведной жизни Совершенно точно Кстати говоря На этот вопрос отвечает Апостол Павел В послании к Римлянам 6 глава Оставаться ли нам Во грехе Дабы приумножилась Благодать Он отвечает Нет Никак Ни в коем случае Если мы Во Христе Если мы получили Прощение Дар прощения То Дух Святой Нас изменяет Как же нам Продолжать грешить Если мы Во Христе Мы хотим Прославлять Бога Мы Служим Богу Не для того Чтобы выслужиться А потому что Мы Его любим Именно это Богословское Учение Развивает Апостол Павел Ну а это хорошо Побуждение Не грешить Из страха Страха наказания С одной стороны С другой стороны Не грешить Из любви Правильно? Да Кстати Мы Христиане Должны Серьезно Относиться К призыву К ученичеству Помните Книгу Дитриха Бонхеффера Ученичества Он говорит Как так получается? Почему так получилось Что христиане По всей Европе Так быстро Поддались Нацистской Идеологии? Как получилось Что церковь Пришла К богословию Дешевой благодати Пришел Причастился Пошел Убил евреев Но все равно Прощен Какая же тут Этика Какое же тут Христианство Побед Хеффер Напоминает Что Иисус Призывает К ученичеству Мы получаем Дар благодати И идем за ним И даже право Следовать за ним Право идти за ним Это уже Проявление благодати Так что Не нужно Дешевить Не нужно Разменивать Божью благодать Примите ее Но не разменивайтесь Будьте учеником Будет это Великое Разделение Между Овцами И козлищами Будет оно Одни люди Приходили к малым И утешали И помогали Ободряли Другие Нет Так что Живите Справедливо Живите По Божьей благодати Живите Сострадательно Мусульманам Каждая 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 Страна Греховна Божьей благодати За ними Ставит Ставит Знак Равенства Часто мы говорим Посмотрите на Наши церкви Посмотрите Как люди Праведно Живут Посмотрите Как меняется Жизнь Людей Как исцеляются Семьи Как люди Бросают Наркотики Бросают Алкоголь Как люди Начинают Жить Праведно Мы говорим Посмотрите На наши церкви Да У нас Тоже Не все Хорошо Грех Есть И в наших Церквях Но мы Каемся Мы возвращаемся К Иисусу Христу Дух Святой Обновляет Нас Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует